Соберем хотя бы чуть-чуть убиваться и начнем. Так, пошли, пошли, пошли. Привет всем еще раз. Мы вернулись, как обещают. Сейчас будет самая полезная информация для тех, кто хочет покачать игру. То, что я замечал годами, то, над чем я работал, то, как я даю работу на игру своим подопечным. Это, как говорится, раз в неделю. То, что с 15-летним опытом было наработано на практике. Сколько народу у нас? 50. 50? Отлично, поехали. 46. Покажи сначала вниз. Давайте я вам сначала покажу, как это делать. Смотрите, что вам надо знать в самом начале, когда вы становитесь на платформу. Дело в том, что должна быть абсолютно полная амплитуда движения. В первую очередь, абсолютно полная амплитуда движения. Вот такие вот микрооргазмы, которые делают многие. Вот такие вот микрооргазмы, их не накачают. Да, вы будете чувствовать тишение, вы будете чувствовать боль, но это никакого отношения к мышечному росту не имеет. Не путайте тишение и хорошее мышечное сокращение. Что вам надо знать для начала? Большинство народов при тренировке их ставят ногу на пальцы, вот так. И поднимаются на пальцы. Это неправильно. Так у вас максимальной растяжки не будет. Я советую становиться на середину стопы и растягивать пятку вниз по максимуму. Потом немножко поиграть по платформе и найти то положение, где натяжка максимальная. Если вы поймаете натяжку, то в этой кладке экран начнет очень сильно болеть от растяжения. Почувствуете хорошую, серьезную боль. Вот в той точке, где у вас максимальная боль, это и есть начальная ваша точка, откуда вы стартуете. Вы обязательно каждое повторение, чтобы вы будете возвращаться именно в эту точку и не в какую другую. Теперь по нему. Многие ставят слишком большой вес. Спрашивают, с каким весом работать, какое количество повторений. Абсолютно не хорошее, с каким весом вы работаете, если вы дотягиваете вес до конца. Если вы не можете дотянуть икру до самого конца, когда она прям сойдет на судорог в базу, значит вес для вас тяжелый. Вес должен быть такой, если вы поднялись вот так, и дальше у вас уже нет участия, значит это неправильно. Вы должны подняться до конца. Смело скидывайте вес. Салам не кидаю, салам дают. Покажем, как это делать. Момент второй, ритм. Всегда говорю, держите правильный ритм. Не давайте мышцам расслаблять. Если вы падаете вниз, упали, потом поднялись, упали, потом поднялись, мышца работает, вниз будет полноценно-брежно. Полный контроль вниз, полный контроль вверх. Сейчас я делаю полноценный рабочий сет. Смотрите, как это будет выглядеть. Все повторения будут как один, похожи друг на друга. Не будет один быстрее, один медленнее, один кривой, один косой. Каждый повтор должен быть похож на предточек. Поехали. Опять становлюсь повыше. Максимально натягиваю. Вот здесь я сейчас почувствовал максимальную растяжку икроножника. Первый подъем делаю короткий в две ступени. Раз. Немножко сократил икру. И последним движением выжимаю до конца, сокращаю верхние точки. На большой палец. Полсекундная пауза плавно, не расслабляя, растягиваю в нижнюю точку и продолжаю движение. Два. Главное пошли. Три. И теперь до конца. Стоп. Если ноги съезжают, быстро поправили и начинаем продолжать движение. Несплавно, не расслабляя, дотянули, почувствовали боль, раз, сократили икру. Опять же, растянули, почувствовали, сократили икру. В момент максимальной боли можно дать им немножко отдышаться. Закачка уже сильная. Сейчас сделаем паузу и терпим по пять полноценных повторений. Добиваем мышцу до конца. Повторение считать не надо, просто до отказа. Раздянули. Обратите внимание, какие они красные, потому что уже сцебились кровью. И горячие. Раздянули. Смотри, кипяток. Стали немножко спустили кровь. Стали подышать. И продолжаем движение. Опять же, растянули до боли, почувствовали. Раз, нижнюю точку не забываем. Полноценная амплитуда. Видите, вот два движения. Поднялся и дожал. Записи, они сохраняются два дня. Зайдите на аккаунт Адам Абакаров. Там будет видеотрансляция. В принципе, потел так, как на плечах не потел. Обязательный контроль. Обязательный контроль, обязательный. Подниматься вот сюда вперед. Поднимите сбоку меня сейчас. Полный рот. Вот так. Когда толкают, вот так вот. У вас должно идти наверх. Полное сокращение. Наверх. Если вы толкаете вот сюда, у вас просто половина тела смещает на груз. Толкайте ровно наверх. Если вы хотите максимально растянуть и круг, еще больше, тогда делайте ослик. Отойдите назад. Сделайте угол. Так как натяжка в игре увеличится, нагрузка будет еще больше. Но опять же, не стойте вот так. Если вы толкаете, толкайте наверх. Или вот сюда, как многие делают. Вот так. Движение наверх. Наверх. Если вы все эти факторы будете учитывать, поверьте, вы накачаете себе большие красивые икорицы. Где он там? Посмотрим на Руслана. Поехали. Может, пока на вопросы поотвечаешь, я поделаю. Там на самом деле много вопросов. Да, ослики. Ослик, шикарное упражнение. Ну, многоповторка. Опять же, говорю о весе. Можно делать и много повторений, и мало. Но момент заключается в том, что если у вас вес большой, то же самое, что и с задней дельтой. Вы навряд ли просто положите нагрузку идеально в мышцу. Вы просто, еще раз говорю, если вы не можете дотянуть вес до самой пиковой точки наверх, то все, что вы делаете, это бессмысленно. У вас не будет красивой, хорошей, круглой икры. Нет, не знаю силуя. Я не знаю, кто такой силуянов. Не то, что его гипертрофию мышцы или его теорию. В коленях нет, не сгибать. В коленях не сгибать. Ну, разоблачение 2-3 грамма белка, ну, таких много на самом деле. Ну, и что, что он ученый-физиолог. Есть много врачей хороших. Есть много хороших ученых. Есть много хороших космонавтов. Я же не всех должен знать. Не знаю я силуянов. Спросите у силуянова, узнает Абакарова. Жим и ногами тоже можно. Если брать о нормальном потреблении белка, который я считаю нормальным, стандартным для обычного посетителя зала, который тренируется, я считаю, что 3 грамма это самое хорошее. Никакие 1,8, 2, 3, это нормально. Дальше уже в зависимости от уровня подготовки спортсмена, от количества фармакологии, от собственного веса, от удельного веса мышечной массы, от количества тренировок в неделю, от количества рабочих весов, от обмена веществ, также тренировок и всего остального. Естественно, что человек, который занимается и приседает с весом 300 килограмм, конечно, ему надо будет больше, чем тот, который тренируется с весом 150 килограмм. Ослика сейчас показывать не буду, я сейчас сделаю тренировку другую, не зашли. Ослика потом как-нибудь. Экдоморфа, я такого не знаю, я знаю экдоморф и эндоморф, ну и мезоморф. Экдоморф это, наверное, какой-то гибрид между эндоморфом и экдоморфом. Русланчик, поддерживай штангу. Поехали. Не знаю, небольшой. Да, трапы сегодня с гантелями сделаю. Ну да, где-то на 20-25. Повторение вот так. В общем, ниже 15, и на трапах не отпустились. Наверное, здорово, да? Гроб, фраг. В про, как только выиграет карту, Валик, Салам, Казахстан. Сейчас, подождите, он закончится, я спрошу про штангу. Все, фраг, ты выходишь на ферн. Так же, не забывайте делать вот такое упражнение, О котором, как и многие, не думают. Вот. Я обычно делаю так. Становлюсь вот так. Покажу вас, пожалуйста. Опускаю ноги вниз и прокачиваю. Вот, можно заметить, Впереди, вот она, пульсация, вращаясь. Там баловидная мышца. Там баловидная мышца. Снизу под экраном. Выдох. Вот такую тоже делаю. Качку. Спрашивает, можно ли качать дигр, Держая штангу возле пояса. Зачем? Не знаю. Так можно и все угодно. Можно блин в трусы засунуть. Можно блин к шее привязать. Можно блин в руками. В зубах можно держать в золу штангу. И подниматься на носки. Как бы смысл, в чем? Ну и в карманку ставить. Если одна икра отстает, Можно сюда поставить печерку, Сюда два с половиной. На правую стопу. Он говорит, трапеции болят на этот, Держать на... Блин, ну если вы такие нежные культуристы, Ну сколько ты? 300 килограмм ставишь? Ну там трапеции болят, Держать штангу. Что за нежность, я не знаю. Хватает один раз в неделю этих делаешь? Конечно, хватает. Я один раз в неделю делаю, Если кому-то не хватает. Мне хватает. У тебя чуть отсоеды, как? Да. 113,8. Поехали, хорошо. Мне меньше или остатки? Ладно. Не, поставь как было. Нашки? Да. Не за что. Да, один раз качаю пресс. Честно говоря, на трапеции вообще с весами не парить. Какие гантели под рукой лежат, такие беру. Адам. А, первая. А, нет. Адам. Вторая. На вторую А. Главное растяну. Ты вниз падаешь. Раз. Растяну. Раз. Два. Почему раз-два нету? У тебя одно движение. Два. Покажи ступень. Раз-два. Выдох. Еще. У тебя опять таз впереди. Убери назад его чуть-чуть. Оттяни. Руслану так нравится. Тя. Я тя не знаю такое слово. Тя слова в русском языке нету. На икры по желанию. Я делаю, пока не забьется. Меня. Ну, вот потому что так называли. Давно. Лет шесть назад. Выдох. Еще. Выдох. Выше. Давай, давай. Взрывай выше. Я Руслану тоже говорю, что в штанах смотреть на икры как-то несерьезно. Но, Руслан, моего мнения не разделяет. Там смотреть не надо. Что, показываем вам еще один вариант? Где у нас стоит сейчас стонат? Пойдем туда. Так, у кого что, обвинайте. Все, генетика. Ну, так нельзя сказать. Либо есть, либо нет. Перестаньте все сваливать на генетику. Да, давай вообще забить. Не потому что генетика плохая. Потому что вы жрете как с ними. Генетика, обмен веществ. А шли столько оправданий себе находите. Да, форму икры вы не поменяете. Форма задана. Там же форму вы поменяете? Нет, ну, в смысле, она либо была низкая, либо короткая. Это уже не поменяется. Все равно, вот у Винца Тейлора были короткие икры, очень короткие прикрепления. Но он уже довел до такой округлости и шишковатости, что икра смотрится невысоко, вот так, как на литр. Вы все равно можете работать. Принцип работы здесь такой. Растягиваем. Всегда делаем в две ступени. Потому что в одну, вот так, раз, я полноценно сокращение икры не чувствую. Как будто пролетает по оптику. Я лучше чувствую, когда делаю первое движение, а потом во второе, более четко сокращаю и кладываю нагрузку в икры. Вниз уже иду плавно по тройке. Здесь можно сделать маленький прием. Я вниз немножко давлю на скамейку, растягиваю икру. А наверх отпускаю. Мы увеличили послужение. Сейчас камбала видно, я спрашиваю. Да. Сейчас нагрузка ложится вот здесь. Это уже не рекламодная. Так же на переднем палеце? Да, на большой. На переднем. Поверьте, если вы действительно правильно вкладываете нагрузку, надо ли вы сделаете больше 15 повторений? У меня вес 30 кг. У нас в зале, наверное, только я с таким маленьким весом делаю. У нас даже там пацаны по 100 кг. Все остальные по 5 кг надевают. Да, повтори нисколько сможешь. Поэтому у меня самый маленький вес на этом зале. И поэтому у меня самый большой вес. Еще раз покажи станочек. Еще раз, товарищи, вот такие вот микрооргазмы за черт не идут. Вот такие вот. Вот такие вот движения за черт не идут. Все делаем четко. Сократим. Сократим. Смешной тренажер. А что у меня плюс смешного? Смешные власти, кривые ноги толстые. Стопа. Нет, сегодня мы уже плечи сделали с трапециями. И сейчас икеры добиваем. А мы что-то достаем. Я думаю, достать с этим весом надо. Нет, по одной ноге мы не делаем, как делал Арнольд. На этом станке, да, стопы лучше всего ставить параллельно. Вот. Когда вы делаете упражнения, которые мы делали первое, либо тот же ослик, либо подъемы икр на икроножные со штанги. Кумира, как такового, в бодибилдинге у меня нет. Нет, у меня есть спортсмены, которые мне нравятся по своей форме или по своему характеру. Вот. Когда вы делаете икры в ослике, или вот в смите, или в тренажере, то там, конечно, да, нужно варьировать положение стопы. Вот. Если вы хотите больше нагрузки положить на внешнюю часть, то немножко скосолапить ножки. Носочки немножко вовнутрь, пятки наружу. Если хотите во внутреннюю часть, то наоборот. Я обычно всегда делаю либо параллельно, либо немножко косолапо. По характеру очень нравится Дориан Яц. Очень нравится Рон Коумен. Настоящие пахари, настоящие мужики. По форме очень нравится Декстер Джексон. За его спортивное долголетие, за его шикарные пропорции, за его позитив. Форма нравилась у Кевина Леврони. Я думаю, самая красивая. Ваня Водянов. Ваня Водянов хороший парень, я об этом всегда говорю. Флекс Виллер. Ну, форма, да, форма Флекса была хорошая, но как бы особо его отметить не могу. В моем понимании, как бы он как спортсмен, еще раз говорю, он величайшая звезда, но для меня он высокой какой-то чести не представлял никогда. Кто из наших нравится по характеру? Ну, очень нравится Алекс Федоров. Александр Федоров молодец. Мне нравится, как он себя ведет, его скромность, как он себя позиционирует. Пообщался с ним немножко на чемпионате, на СМПро вживую. Очень хороший человек. Видно, что хороший человек. Ну, кто кого кинул, вы знаете, тут понятия разные. Написать можно все, что угодно, поверьте. Бумага терпит все на самом деле. Насколько я знаю информацию, да. Вот вы говорите Любер, да. Ко всем есть, вы знаете, а что вы знаете о Любере, например? Вот давайте начнем с этого. Да, мы можем устраивать какие-то там полемики и показывать каждому на их говно, кто кого где сдал, кто кого что показал. Ну, насколько я знаю, Ваня Водянов очень хорошо, как говорится, к своей жене относился. И все, что мог сделать, он сделал. Это я знаю точно. Туда к Водянову летал Славик, поэтому то, что он вам там... Да никто, у человека есть спонсоры. Ну, чего вы, я не знаю. Если вы можете это доказать как-либо, кроме каких-то дешевых пабликов, что-то прочитали. Вот. То, как бы, этот вопрос другой. Вы хотите полемику устроить здесь политическую, или вы пришли посмотреть, как работают икры? Я вам еще раз говорю, если вы лично не видели, вам не стоит гнобить человека. Это раз, во-первых. Во-вторых, следите за собой. Если у вашей жены, не дай бог, когда-нибудь будут проблемы, будьте рядом, сидите и ухаживайте за ней. А показывать на кого-то пальцем не нужно. Мне кажется, что это некрасиво в первую очередь. Кто как и с кем поступил. Давай сделаем еще сад. Так, еще один сет, и я думаю, на этом можно заканчивать трансляцию. Думаю, что все самое такое, то, что мы хотели показать, как бы, по технике движения, если вы еще раз пересмотрите, как бы, более адекватно, думаю, что вы все поймете. В принципе, я сейчас, как бы, каких-то таких глобальных моментов, которые можно было бы вам сказать по технике тренировки ИКР. Я думаю, что я все, в принципе, сказал. Дальше все варьируется. Например, если говорить про жир ногами, например, в станке, то, в принципе, те же ясны, только в профиль, да? То же положение норм. Поставили стопы, растянули по максимуму вниз. Видим, что натяжка максимальная, пятка ушла вниз и пронатянута. Делаем первый короткий, второй длинный. Растягиваем, возвращаем в исходную позицию, пока не натянутся вниз. Первый короткий, второй длинный. Как бы, основная работа, которая должна быть на их, вы бы вам показали. Поэтому я думаю, что на этом все. Будем, хочу посоветовать, не делайте выводы, пока не видите сами. Знаешь, что я вам говорю, когда вы осуждаете других людей. Потому что мы никогда не знаем, когда мы будем на их месте. Всем спасибо за трансляцию. Создайте друзей, подписывайтесь, оставайтесь с нами. Пока.